Я не могу никому не передать то, что я видел. Кто дал вам право ломать эти памятники? Кто? Ляшко, этот собак, он же вообще-то сам из Луганска, он из Попасного. Его сестра воюет с нами в ополчении. Когда я разговаривал с одним из них, я задал вопрос. Я говорю, а что ты сюда пришел? А он мне говорит, что мама сказала. Благословила мама. На что? На войну. Здравствуйте, Дмитрий. Вы уже давно воюете в ополчении. Вспомните, что привело вас в ополчение? Когда вы поняли, что нужно брать в руки оружие и защищать свою землю, своих близких? После того, когда 2 июля самолет просто-напросто на моих глазах убил людей, когда пришел самолет в Станицу, прилетел, когда он разбил это все, когда разбил Станицу, Москва-Донбасс, там людей побил, когда побил на Островского людей 11 человек. После этого я согласился для того, чтобы уйти на войну. Потому что люди не виноваты в том, что политики кому-то хотят что-то доказать. И когда спалили людей, детей, когда я увидел детей своими глазами, когда они были обгоревшие, дети, я не могу никому не передать то, что я видел. Но я просто хочу вам сказать, что не стоит этого делать. Я порядочно защищаю свою землю, я порядочно никуда не лезу, я до кого никого не претендую. Я хочу быть в своем городе, в своей области и на своем месте. Я никуда не лезу. Мне не надо никто. Мне не надо ни какое-то там киевское правительство, мне не надо никто. У меня есть моя земля, у меня есть мои друзья, у меня есть моя семья, которые я их люблю, уважаю, ценю и дорожу. У меня есть моя мать, у меня есть отец. Воюю не один я. Воюет много пацанов. Все воюют. Те, которые просто перешли уже, пацаны, терпение лопнуло у них. Когда увидели, когда боль, грязь, смерть, когда проходить начало к ним домой, она начала приходить к ним домой не от того, что они этого хотели. Они порядочные были люди, они были трудолюбивые. Они никто никуда не лез. Никто. Никогда никуда не лез. Все ходили голосовать, все ходили, работали все. И мы все работали. Мы никуда никуда не лезли. Мы всегда порядочно просто-напросто жили. Мы работали, зарабатывали, месяц от месяца получали зарплату. Хоть и говорят, что там неправильно было правительство раньше. Но раньше, не раньше было неправильно, правильно. Зато мы жили. У нас было все. Никто не нуждался ничем в этом. А кто эти люди или нелюди, которые идут сюда с оружием в руках убивать мирных граждан, уничтожать инфраструктуру? Знаете, вот этот вопрос мне самому интересен. Потому что, когда с ними разговариваешь, задаешь им вопрос, вот, этим людям, когда они попадают к нам, а они говорят другое, они не поймут даже, куда они идут. Они даже не поймут. Они думают, что тут большая масса какого-то там захватческого подразделения, кто-то там хочет что-то тут сделать. Такого нету. Мы все просто крестьяне. Мы работаем и живем, и воюем, и будем воевать с ними до тех пор, пока они не научатся уважать нас. Мы Донбасс. Мы Донбасс. Кого вы увидели в ополчении? Вы сказали, вы крестьяне. Кто эти люди? Есть ли у них мирные профессии или это профессиональные военные? Такие профессиональные военные. Это шахтеры, блядь, землекопы и водителя. Никого нема. Я ни одного не увидел порядочного, который, я имею в виду, обращается с оружием. Я ни одного не увидел, который может воевать. Это все просто-напросто люди, те, которые уже за дело. Это с Новосветловки, с Хрящеватого. Это люди со Станицы. Это люди с Вергунки, с Камброда. Со всего. Тут нема подразделения какого-то, чтобы там что-то делать. Это все крестьяне. Мне что интересно, вот, задать вопрос вот этим всем барбосам. Я хотел бы их просто увидеть. Вот, задать вопрос. Ясенюкам, блядь, Порошенко, Шмарошенко, вот этим всем барбосам. Я хотел бы задать вопрос. Почему и зачем вы сюда отправляете пацанов? Неизвестно почему. Потому что вам не дали участие какой-то земли. Вы гибите нас. Вы бьете нас. Вы мирное население, население в Донецке перебили столько, что за Чернобыль столько людей не умирает. За Чернобыль не умерло столько людей, сколько вы перебили. И вы обвиняете какую-то там партию регионов, что они там виноваты, регионалы. Как у нас тут Москалька бегает и кричит, что регионалы виноваты. Да вы сделайте что-нибудь. Вы дайте нам. Когда вы уже одумаетесь о том, что мы вас не трогаем. И вас, нас не трогать. Мы живем. Спокойно живем, работаем. Мы трудолюбивый народ. Мы никто. Мы не лезем в Раду. Мы не лезем никуда. Мы хотим жить тут, на своей земле. И никого трогать мы не хотим. Мы хотим просто, наоборот, жить. Я просто всю свою жизнь, сколько мне лет, я всегда жил и думал о том, что мое правительство и моя власть будут за меня думать. За меня, за моего сына, за мою семью. В конце концовки, получается, я сейчас брошенный. Я не знаю, куда мне идти, как мне идти. Если что-то со мной произойдет. Где мой сын будет, когда что-то произойдет. Куда его денут? Кто будет за него переживать? Опять будут ссылаться на партию регионов. А почему? А кто вы такие тогда вообще в этой Вихронной Раде? Кто вы? Почему, когда была война, начиналась война у нас на Востоке, почему вы, вы там сидели, у вас были там все полномочия, почему вы это не прекратили? Почему? А почему вы это допустили? И откуда у вас появилась ненависть к памятникам? Те, которые ставили наши деды, наши деды, воины, те, которые воевали, завоевывали ваше и мое благополучие для того, чтобы мы жили. Кто дал вам право ломать эти памятники? Кто? Объясните. Вот я обыкновенный человек, хочу услышать у вас. Кто вам дал это право? Когда вы это поняли, что надо их ломать? Когда вы это поняли, что это коммунизм, это нехорошо? А когда это было? Почему-то, когда вы жили, жили тогда, там, вы понимали, что это хорошо, а потом вы начали говорить нехорошо. Почему вы начинаете просто-напросто поднимать тех людей, которые были за фашизм? Остап, Шуфрыч и Бандеры, там вот это все, сброд-комброд. Зачем вы их поднимаете? Для кого? Для нас, это вы дураки, вы не понимаете. Население, население. Живет и знает о том, что вы не правы. И оно просто-напросто против вас. Все население. Вот подумайте, как вы будете говорить матерям тех пацанов, которые не вернулись. Не вернулись с Дебальцево, не вернулись с других районов. Что вы будете говорить? Пропал бизнес? Да вы даже не знаете, где они. Вы даже не знаете, что с ними. Вы их не видели. Вы даже не думаете об этом, что это произошло и как они есть. Почему вы просто-напросто людей отправляете на это? Потому что вам захотелось. Вы захотели себе коалицию создать. Так создавайте ее себе там, дома, в квартире. А не нас тут в стране. Мы вас не трогаем. Не трогайте нас. Мы живем спокойно. Никого не обижаем. Никогда никто из Донбасса никого не обидел. Я сам коренной Донбасс. Я с Донбасса. Но вас просто ненавижу по одной причине. Потому что вы сделали беду для нас. Вы принесли эту беду сюда, к нам. Зачем? И кто вас просил это сделать? На ваш взгляд, кому это выгодно? Сказать честно, это идет просто перестройка у них в Раде. Там вот эти непонятные фракции, непонятные лидеры. Мне что ж интересно, там радикальная фракция, это Ляшко, этот Собаков. Он же вообще-то сам с Луганска, он с Попасного, Ляшко. Он луганчанин. Его сестра воюет с нами в ополчении. А зачем? А зачем он это делает? Вот взять Ляшко, взять Порошенко. Порошенко это вообще-то мимика. Если даже его солдаты говорят, что он для них никто. Порошенко. Ну, если даже солдаты украинской армии, говорят, что он никто для них. А за что они тогда сражаются? Что им двигаются? Мне самое что интересно. Когда я разговаривал с одним из них, я задал вопрос. Я говорю, а что ты сюда пришел? А он мне говорит, мне мама сказала. Благословила мама. На что? На войну. Убивать? Я говорю, от кого воевать ты пришел? От нас? Я говорю, смотри мой паспорт, видишь? Я говорю, я Коренон Донбассовец. От кого-то, я говорю, пришел сюда воевать. И он у меня стоит и молчит. Он мне еще не может сказать. Вообще. Это были... Вот я общался с ним. С этим украинским солдатом. Им по сей день говорят, что тут российские войска, может быть, наемники. Мне же интересно было бы увидеть хоть одного. Одного россиянина. Чтобы он просто пришел в меня и показал, как мне лучше воевать. Как говорят, что они нас учат. А где они учат нас? Кто нас учит? Мы сами учимся. Мы сами учимся. Мы каждый раз все перебираем, переанализируем всю свою работу. Мы каждый раз все полностью перестраиваем. Мы не идем туда, куда не надо идти. Мы идем туда, как надо лучше сделать. Потому что у нас есть люди, те, которые наши люди. Наши донбассовские пацаны. У каждого есть своя обязанность. Мы все. Мы никто. Мы не премся в эту... Там говорят нам, что нас учат, обучают. Я не видел никого тут. А их видел. Этих... Ниару видел. Поляков видел. Видел. Вот в названии Луганска есть два слова. Народная республика. Что для вас значит слово народная и что слово республика? Народ сказал, будет так. Значит, будет так. Если народ скажет, будет не так. Значит, народ... А отодвинет этого человека и будет не так. Это народ. Это... Для меня это много чего значит. Ну, в конце интервью слова пожелания вашим товарищам, братьям, бойцам Луганской народной республики, Донецкой народной республики. Что вы им пожелаете? Я бы хотел бы просто-напросто сказать друзьям товарищей. Все пацаны понимают меня, все, кто на моей стороне тут, все понимают себя. Я хотел бы сказать матерям, тем пацанам, которые везут сюда их, в эту кабалу. Я хотел бы сказать просто, матеря, я вас прошу, я вас прошу как сын, прошу вас всех, не везите сюда своих пацанов, не отпускайте их, бейте военкоматы, ломайте их, но людей не убивайте, не убивайте своих сыновей. Вы не понимаете то, что происходит, их кидает в топку, они сгорают тут, даже и мне слов нету. Как? Я прошу вас, просто как матерей, те, которые должны просто оградить от всего, от беды, от всей гадости, я прошу вас, пожалуйста, вы наши родители, уберегите пацану от беды. Прошу вас сильно.